Привет. Я Алексей. Ведущий передачи День. Люди. События. 11 ноября. Чем запомнился этот день? Открыта первая пассажирская железная дорога в России, Петербург-Царская сила. В 1834 году горное ведомство России пригласило к себе на работу профессора Овенского политехнического института, строителя первой железной дороги общего пользования в Европе Франции Антона фон Герстнера. Он был командирован на Урал для изучения условий сбыта продукции горных заводов и обзора местных путей и сообщения. По возвращению в Петербург он предоставил Николаю первому доклад о необходимости строительства железных дорог в России, в том числе и магистрали Петербург, Москва. К весне 1836 года все было подготовлено для начала работ. Насупь начали возводить в мае 1836 года. Всю трассу, за исключением местности, прилегающей к Петербургу, которая не была приобретена обществом, распределили на участки, отданные подрядчикам и артелем в 30-40 человек. Техническое руководство строительством осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже выполняли подобные работы на железных дорогах Англии. В стройку охраняли 30 смотрителей и столько же солдат и сторожей. Торжественное открытие всей линии царской сельской железной дороги в присутствии всех министров и дипломатов состоялось 11 ноября 1837 года. Первым рейсом из Петербурга в царское село управлял сам Герстнер. До обводного канала в целях безопасности поезд шел медленно, и лишь перейдя мост, начал набирать скорость. Через 35 минут под громкие рукоплескания и крики «Ура!». Встречающих поезд подошел к платформе станции «Царская сила». Здесь в двух больших залах приехавших ожидали накрытые столы, состоялся торжественный банкет. Второе событие этого дня. Появился прототип первого компьютерного вируса. Компьютерный вирус, разновидность компьютерных программ, отличительной особенностью которой является способность к размножению, самореаппликация. В дополнение к этому вирусу могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные, подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена зараженная программа, а также повредить или даже уничтожить операционную систему со всеми файлами и в целом. Известны десятки тысяч компьютерных вирусов, которые распространяются через интернет по всему миру, организуя вирусные эпидемии. 11 ноября 1983 года американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от 5 минут до 1 часа.